Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня замечательный праздник, когда Церковь наша вспоминает кончину одного из самых почитаемых святых у нас, святителя Николая. Казалось бы, странное сочетание праздника и кончины земной жизни, смерти. Но понимаем, что как Господь после Своей кончины уже пребывает не просто в каком-то месте, на Тевериатском озере или где-то еще, а пребывает везде, как Он и сказал ученикам Своим. И вот Я с Вами во все дни до скончания века. Итак, святитель Николай, тоже его добрые дела, его помощь уже не были ограничены размерами его епархии в городе Миры на территории современной Турции, провинции Анталия. Кто ездил отдыхать, там знает, можно посещать этот храм, где были его мощи. И в народе действительно много, видимо, было событий, которые связаны с молитвой святителя Николаю, с его замечательной помощью, почему он и почитается. Так и в молитве одной к святителю Николаю говорится, что по Пресвятой Богородице ты наш следующий заступник. И мы это знаем и даже вот по жизни нашего храма. Именно в этот день, 31 год назад, совершилась первая литургия после более 60 лет, когда храм был закрыт. Была библиотека, потом типография. И вот первая литургия состоялась в этот день. Конечно, можно сказать, что совпадение, но дело в том, что ведь Бог всегда свои чудеса подает нам так, что мы можем сказать, ну, это просто совпадение какое-то. А можем воспринять это как особый знак, знак особого благословения, что Господь, кроме наших покровителей Космы Дамиана, осейских, нам дарит еще покровителя святителя Николая. И так было интересно, что, как в подтверждении, буквально через пару месяцев после открытия храма один из депутатов Совета, тут через дорогу, узнав об открытии храма, подарил икону, которая вот у нас там, вот в трапезной части, слева от вас. И до сих пор нами почитается. Так что, думаю, такие два подтверждения, что благословение, которое нам Господь дает через своего замечательного святого. И в этот день желание моего сердца говорить не только, что вот так хочется мне сказать, а прочесть выдержки из проповеди митрополита Антония, которую он сказал, тоже давно достаточно. В 1973 году изредка он тогда мог даже в советское время приезжать и сказал в храме святителя Николая в этот день, который вот на Николу Кузнецкой улице. И вот его слова. Когда мы празднуем день такого святого, как Николай Чудотворец, которого не только русское сердце, но вселенское православие восприняло как один из самых совершенных образов священства. Потому что прежде, чем он стал последователем апостолов, святитель Николай был подлинным истинным мирянином. Сам Господь открыл, что именно его надо было поставить священником за чистоту его жизни, за подвиг его любви, за его любовь к богослужению, к храму, за чистоту его веры, за его кротость и смирение. Все это было в нем, не словом, а было плотью. В Тропаре мы поем, что он был правилом веры, образ кротости, учитель воздержания. Все это его паствие явилось самим делом, в сиянием его жизни, а не только словесной проповедью. И таким он был еще мирянином. И таким подвигом, такой любовью, такой чистотой, такой кротостью он стержал в себе высшее призвание церкви быть поставленным архиереем, епископом своего града, быть перед глазами верующего народа, который сам является телом Христовым, местом пребывания Святого Духа, божественным уделом, среди православного народа стать как живая икона, чтобы можно было, взирая на него, в его глазах видеть свет Христовой любви, в его действиях видеть воочию и пережить Христово божественное милосердие. Надо сказать, что у самого владыки Антония тоже в его глазах, в его облике был виден свет Христовой любви. Мы все призваны следовать одним путем. Нет двух путей для человека. Есть путь святости, другой путь – путь отречения от своего христианского призвания. Не все достигают той высоты, которая нам явлена во святых, но все мы призваны быть настолько чистыми своим сердцем, своим помышлением, своей жизнью, своей плотью, чтобы мы могли быть как бы воплощенным присутствием в мире из столетия в столетия, из тысячелетия в тысячелетия самого Христа. Мы призваны быть так совершенно, так полно отданные Богу, чтобы каждый из нас стал как бы храмом, где живет и действует и в нас, и через нас, Святой Дух. Мы призваны быть дочерями и сынами нашего Небесного Отца, но не иносказательно только, не потому только, что Он с нами обращается, как Отец обращается с детьми. Во Христе и силой Святого Духа мы призваны подлинно стать Его детьми, подобными Христу, приобщившись Его сыновству, получив Духа Свиновства, Духа Божия, так, чтобы наша жизнь была сокрыта со Христом в Боге. Этого мы не можем достигнуть без труда. Мы не можем просить Бога о том, чтобы Он вселился в нас, когда сами мы не трудимся над тем, чтобы приготовить ему святой, очищенный, Богу посвященный храм. Мы не можем Его звать в глубину нашего греха вновь и вновь, если не имеем твердого, пламенного намерения, если мы не готовы подражать Его Сыну нашей жизни. Быть христианином – это быть подвижником. Быть христианином – это бороться за то, чтобы преодолеть в себе все, что является смертью, грехом, неправдой, нечистотой. Одним словом – преодолеть, победить все то, из-за чего Христос был распят, убит на кресте. Грех человеческий Его убил. Мой и ваш, и наш общий. И если мы не изживаем греха, мы оказываемся среди врагов Христа. Быть христианином – это быть подвижником, и однако самим нам спастись невозможно. Наше призвание настолько высоко, настолько велико, что человек своими силами не может осуществить Его. Я уже говорил, что мы призваны быть как бы привитыми к человечеству Христа, как веточка прививается к жиотворному дереву, с тем, чтобы жизнь Христова была ключом в нас, чтобы мы были Его телом, чтобы мы были Его присутствием, чтобы наше слово было Его словом, наша любовь – Его любовью, и наше действие – Его действием. Я сказал, что мы должны стать храмом Святого Духа, но больше, чем вещественным храмом. Вещественный храм содержит в себе присутствие Божие, но не пронизывается им, а человек призван так соединиться с Богом, как по слову святого Максима Исповедника огонь пронизывает, проникает железо, делается с ним одно, потому что больше нельзя различить, где горение и где горючее, где человек и где Бог. Этого мы не можем достичь, мы не можем стать сынами и дочерьми Божьими, только потому, что мы сами этого хотим или об этом просим и молим. Мы должны быть приняты отцом, усыновлены, должны стать по любви Божией ко Христу тем, чем Христос является для Отца – сынами, дочерьми. Как же нам этого достичь? Ответ на это нам дает Евангелие. Петр спрашивает, кто же может спастись? И Христос отвечает, невозможный человеку, возможно Богу. Подвигом мы можем открыть свое сердце, охранить от нечистоты свой ум и душу. Мы можем направить свои действия так, чтобы они были достойны нашего призвания и нашего Бога. Мы можем плоть нашу сохранить чистой для приобщения тела и крови Христовых. Мы можем открыться Богу и сказать «Приди и вселись овны». И мы можем знать, что если мы искренним сердцем этого просим, этого хотим, то Бог, который хочет нас спасения, больше, чем мы умеем сами себе его хотеть, нам его даст. Он же сам в Евангелии нам говорит, если вы, будучи злыми, умеете добрые подарки давать детям вашим, насколько больше Отец ваш Небесный дадет Духу Святаго, просящим у Него. Поэтому будем всей силой нашей человеческой немощи, всем горением нашего тусклого духа, всей надеждой нашего сердца, тоскующего по полноте, всей нашей веры, которую пиет Богу, Господи верую, однако помоги моему неверию. Всем голодом, всей жаждой нашей души и тела будем просить Бога о том, чтобы Он пришел. Но вместе с тем, всеми силами нашей души, всеми силами нашего тела будем приготовлять Ему храм, достойный Его прихода, очищенный, посвященный Ему, охраненный от всякой неправды, злобы и нечистоты. И тогда придет Господь и совершит так, как Он обещал нам, с Отцом и Духом, тайную вечерю в наших сердцах, в нашей жизни, в нашем храме, в нашем обществе. И воцарится Господь вовек, Бог наш в род и род. Аминь.